Итак, так как это немного скучно, просто ходить и добывать всю вот эту фигню. И я решу этим заняться, просто потому что у меня каникулы, сегодня суббота, и почему бы ей не позаниматься. И мы можем узнать что-то интересное. Мир Бэтмена, это довольно интересная штука. Комиксы DC я, в принципе, никогда не читал. Марвел, немножко, Чек-Пука. Читал. Комиксы, дорогая штука, кстати. И читал их давно. Сейчас, честно говоря, знаете, сейчас бы не отказался почитать какой-нибудь комикс. И сейчас их можно читать в интернете, их не надо покупать. Это можно банально найти сканы в интернете и читать комикс. Ну, не знаю, может, конечно, не все комиксы можно читать в интернете. Может, есть какие-то редкие, которые нельзя, но... В принципе, сейчас-то стало настолько легче. Знаете, сейчас вообще очень много стало легче. Раньше люди коллекционировали кассеты. Ну, я думаю, мы все это знаем. Что раньше люди коллекционировали кассеты, диски, еще что-то. А сейчас зачем все это коллекционировать? Зачем что-то с этим делать, когда... У тебя банально есть все на компе. И да, мне это нравится. Датчик давления. Как я тебе врублю датчик давления. Нет, недостаточно давления. Плюс подойти с фантазией. Логический переключатель. Его сломать нельзя. Что-то я не знаю, как на него надавить. Ребят, вообще пишите подсказки, если я что-то не знаю. Мне будет попроще. Еще один форматор Энигмы. Идем туда и попробуем ту башню обезвредить, ребята. Знаете, что самое, что меня удивляет довольно-таки сильно часто? Люди пишут, что они хотят поиграть, но они не знают во что. Ребят, просто... Так, когда как? Бывает, что люди знают во что. Не всегда так, что люди не знают. Вот, что мне пишут, и люди не знают сами, во что хотят поиграть. Просто пишут, что, типа, да, можно поиграть? Да, во что будем играть? Не знаю, можно в этом, можно в этом. Или просто не знаю. Просто там пишут, что не знают. Или предлагают мне какой-то Майнкрафт. Это скучнейшая игра. Я поиграл в Майнкрафт, знаете? Тут я поиграл. Черт возьми. А, все ясно, лампочка. Поиграл в Майнкрафт недавно, просто попробовал. Подумал, почему бы не попробовать наконец-то. Я знаю, что играть надо на сервере. Просто в одиночную игру там врубил выживание. И просто поиграл. И знаете, чем я занимался там? Я нашел какую-то деревню каких-то, не знаю, парней. И они там растили картошку. Да, они растили картошку. Я пошел и стал просто копать там водяные каналы. Это все, что мне понравилось. И все, на этом мое развлечение кончилось. Я потом понял, что я страдаю фигней. Вернее, не понял, а я страдал фигней. И я так понимал. И я подумал, что да нафиг этот Майнкрафт. Я знаю, да, что в Майнкрафте можно заниматься очень многими вещами. И просто, знаете, там копать водяные каналы, или драться, или... Не знаю, еще чем-то заниматься. Мы заниматься можно очень многим. Просто строительством. Креативом, так скажем. Не знаю, мне это все не нравится. Я лучше поиграю в Бэтмен, или... Я в Assassin's Creed вообще лучше буду играть, или в Battlefield бегать по однообразным картам, которые... Я не знаю, мне это больше прикалывает, чем в Майнкрафт. А стратегии не мой любимый жанр. Мне спрашивали вчера один человек по стратегии, и не помню имя. Ночью я только хотел спать, он мне пишет по стратегии. Про разные... Нет, я стратегии, честно говоря, не очень люблю. Потому что все эти стратегии требуют довольно-таки долгого времени, пока ты освоишься, и пока ты начнешь понимать, что к чему. Нет, я сделаю тебе желать, что ты умер. Ты умер. Так, где есть дата эксторсии? Хорошо, хорошо. Классно. Так и живем. Блок данных Enigma, где же ты? Черт, возьми, глушат. Это типа усложнение задачи? Так, это обычное движение. Двойной специально комбо, давай, пусть будет. Ну, удачи! Мне кажется, что это кто-то колотил там почему-то. А, тут кодовая панель. Все ясно. Разнообразие. Фокусы. Помеш... Помешательство. Знания тайны... Тайны знания? Тайное знание, вот так-то. Мы нашли блок данных Enigma. Сколько уж тут ламбочек? Это что же я должен тут сделать? Хм, сейчас попробуем. Что-то возьми. Это сложно. И отойти нельзя. А что если... Всхитрить? Зачем ты гель? Я же бесконечно его могу наносить, правда? Че возьми? Ты меня все испортил, парень. Да не вы, парень. Испортили мне всю малину. Это он! Че ты, решай. Черт, вот ненавидишь, когда он не делает. Решающий удар здесь в игре просто ужасное. Просто ужасное управление бывает местами. Он здесь, он здесь! Мене! Все, я получаю. Так, чуть-чуть так. Не, не, не так делаю, ребята. Сейчас, сейчас надо... Сыть, сработало. Так, да, работает. Да, я вообще удивился за девушие эти. Что ж, хороший был план. Форматор Энигмы. Почему он, кстати, Энигмы называется? Это ведь Риддлер. Это Риддлер. Почему он Энигма? То ли это второе имя? Хрен его знает. Ну, раздравочкам, наверное, лучше знать. Удивитый урон или Энигма. То ли он переименовался впоследствии. Я не хочу умирать! Ты должен был думать об этом, before you signed up to work for Энигма. Где же информация, которую вы получили для него? Окей, окей! Пожалуйста! Новые возможности, Xperia Launch. Хорошо. Потрясающе. Очень рад этим новым возможностям. Говно какое-то. Не, не рад. Все. Радость пропала. Сетевые ретрансляторы. Да, их тоже надо уничтожить. Сетевые ретрансляторы есть зло. Сетевые ретрансляторы есть зло. Сетевые ретрансляторы есть зло. Не, наверное, информатор все-таки там, среди тех парней. Сетевые ретрансляторы есть зло. Я не думаю, что я... Ну, вон случай. Накуутируем. Сетевые ретрансляторы есть зло. Сетевые ретрансляторы есть зло. Сетевые ретрансляторы есть зло. случайно а ладно не ладно все успокойся рассказывай а просто не бить себя так и где же находишься блок данных он здесь так ладно спасибо кап что здесь он здесь мы знаем а да что же что же мучить сейчас увидим нет я не знаю где он а вот нашел что вот там пробиваемая стена значит находится где тут то есть к но как как попасть туда как я попаду вот вот в это а уже все все обождите ребят я все придумал вот так вот влетим в окно не спасибо я у меня все нормально я помогать никому не буду стекло и я не знаю как то попасть ряд все есть кто знает пишите я сдаюсь я не хочу возиться здесь пять часов просто стоять и ломиться голова об стену эти мой друг артур он было место голова об стену просто вот тут летал не знаю часов не знаю ногу можно дать час報導е будет делать потом я не знаю как бы смотреть такие прохождения ребят стать вот снимал игры вот так вот сейчас бы тут вы крутился и пытался понять как нужно сделать я таким не занимаюсь я просто беру сдаюсь потом прихожу заново и что-то пытаюсь сделать или жду пока мне подскажет или еще решение в интернете я люблю тратить время ребята я не люблю просто сидеть и пытаться доказать игре смотри я могу тебя побить есть люди которые любят это доказать люди есть которые причем их их не очень люблю которые любят просто доказывать любят просто покажется смей я могу ну кому это надо кроме тех самых людей кому и доказательства не нужны по сути мне повер не нужны что ей есть опять же повторюсь люди которые очень любят доказывать всем все и все правду узнают конечно же открывайся компромат 14 почему мне это постоянно показывает тайник черной маски сегодня транслятор сколько там всего интересного я думаю следующей серии мы отправимся ребятки вы пока наслаждайтесь тем что есть